Море Совсем недавно я была на море, а как всем известно, море это отличный повод для уединения, для того, чтобы подумать и, конечно же, для чтения книг. За эту поездку на море я прочитала безмерное количество книг, разных историй, и в этом видео я поведаю вам о самых интересных, о тех, что запали мне в душу. И да, это рубрика «Книжная полка». Погнали! Итак, первая книга, о которой я вам сегодня расскажу, называется «Не провоцируй меня». В этой серии две части, и, как говорит сама автор, что продолжения не будет, что печально. Но не об этом. Что, если твой лучший друг просит помощи в покорении понравившейся ему девушке? Конечно же, нужно помочь. Но что, если цель помощи является в том, что нужно отвлечь ее парня? Вот это уже проблема, учитывая то, что он является самым отбитым хулиганом университета и славится своими повадками бабника. И вот это его постоянная умолка – это просто что-то. Хотя, кто знает, чем это обернется? Узнаете, прочитав эту книгу. Следующая книга называется «Замок и ключ» Сары Дэс. Несовершеннолетняя Руби, неблагополучный подросток, мечтающая жить одна и ни за кого не отвечать. Но ее жизнь резко меняется после того, как мать уходит из дома, и она переезжает жить к сестре. Теперь у нее есть своя комната в огромном роскошном особняке. Она учится в привилегии... Пьет. Привилегированный. Она учится в привилегированной школе и знакомится с обаятельным и очень добрым и красивым соседом Нейта. Казалось бы, все хорошо, но она все время переживает. Хочет ли она эту дружную семью или предпочитает остаться одной? Я хочу сказать, что она стюга карманова. Анастасия. Анастасия. Сорота Анастюга. И следующая книга Анастасии Кармановой называется «Восемь». Эту книгу я до такой степени люблю, она мне так сильно нравится. Это просто невероятно. Я до сих пор не могу ее выкинуть из головы. Иногда мы не оправдываем ожидания других. И главная героиня одна из таких. Ее зовут Макс. Да, мужское имя. Она не оправдала ожидания своих родителей, и они ее назвали мужским именем. Макс. Тень своей тени. Пырьба стутбольного паркета. Это она, наша главная героиня. Или узнаете, прочитав эту книгу. Ну а следующая книга, очень философская в какой-то мере, и она мне очень сильно понравилась. Она называется «86400 секунд счастья». Да, это странное число, но, прочитав эту книгу, вы поймете, что означает это число, и просто это «ООООО». Эта книга о двух женщинах и одном мужчине. О жизненных испытаниях и зимоносных встречах. Об успехе, счастье и, конечно же, о любви. О том, что эта любовь может быть счастливой, даже если она не разделенная. Даже если мужчина уходит, закрыв за собой дверь. Эту книгу мне прислало издательство «Ripple Classic». Ссылку на имейл и на этот сайт я вам оставлю внизу к описанию. Доставка была просто замечательная, несмотря на то, что я живу в Украине, а это была Москва. Все пришло очень быстро и качественно. Так что я, наверное, буду заказывать еще в этом издательстве. Следующая книга, точнее серия книг, называется «Темные силы», а в английской версии они называются «Dark and Powers». Их пятеро. Красавчик Саймон, его старший брат молчаливый Дерек, экстремаградная Рэй, эгоистичная Тори и хорошенькая Хлоя. Они странные подростки, попавшие в достаточно странный пансионат Лайл. И также они имеют паранормальные способности. Дар это или проклятие. У них предстоит выбор. И выбор очень прост. Либо умереть, либо научиться пользоваться своим даром. Чем эта история закончится? Узнаете, прочитав эту книгу. Что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Поэтому поставь палец вверх, пишите на мой канал. Напиши внизу в комментариях твою любимую книжку. Мне будет очень интересно почитать. Люблю вас всех. Сияйте. Пока. Пока. Уже. Субтитры сделал DimaTorzok